Привет, наши родные! Семья Строганова, второй день в Праге. Мы выбрались сегодня на прогулку старой части Праги, но погода сегодня не такая хорошая, видимо, мы привезли нашу британскую погоду сюда, так что уже в курточке прогуливаемся. Но перед тем, как выбраться уже на экскурсию по Праге, мы зашли в ресторанчик, даже не ресторанчик, а это пивоварня, где подают комплексные обеды, вкусно покушали, так что мы сытые, довольные, продегустировали пиво. И сейчас отправляемся смотреть старый замок, как Сын сказал, что это самый большой замок в Европе, так что будет много интересного, поэтому оставайтесь с нами, ставьте лайки, нам это очень важно для понимания, что вам это интересно. Пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши следующие видео. Ну, а мы пойдем! Вот такое заведение, которое нас сегодня привел сынуля, он там часто обедает, тут ланч-меню есть, дешево, сердито, но очень вкусно. И здесь пивоварня, так что зайдем, сейчас посмотрим, что к чему здесь. Мы сделали наш заказ, нам принесли пиво, здесь пивоварня делает свое пиво. У Олега темное, у Никиты светлое, а у меня яблоко с Робарбаром. Ягодный Робар, вот так ее поправили, потому что выбирала не я, выбирали мне мужчины. Здесь вот такое есть небольшое меню видов пива, и такое дневное меню на каждый день, вот у них каждый день разное. Есть один вид супа и четыре вида горячего. От супа мы отказались, решили, потому что овощной суп. В общем, мы без мяса супа не едим. Взяли по горячему, ждем. Цены очень приятные, 159-149 чешских крон стоимость каждого блюда. А суп вообще 35 чешских крон, это евро, чуть больше евро. Так что ждем нашу еду и пробуем, дегустируем пиво. Ну, я не скажу, что это пиво, такой кислый, кислый квас в Корее. Не знаю, на сколько там по градусам, но такое, как с лимонной кислотой что-то. Ну, любителя, я не могу сказать, что там у меня говорила. Чудя. Ага. Вот нам принесли уже порти, у Олега выглядит очень аппетитно. Это такой большой картофельный блин, квашеная капуста и свининка. В Англии это называют порт гаммы, такое подхаленое мясо. А вот у нас с Никитой говядина тушеная вместе с рисом. Никитка, как тебе, вкусно? Засмурчался. Олежка, а тебе какое блюдо? Вот Олегу нравится. Ну, сейчас я попробую, оценю. Вот так выглядит само заведение. Вот с такими скориками и вот такие пивные бочки, где варится само пиво. А мы его как раз заправляют. И здесь холодильник с пивом. Ну, а мы уже отобедали. Подегустирую пиво. И идем на выход. Пиво. 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 оказывается это самый старый паб в Праге и открылся он в 1375 году на Кирпу Крафе. Вот так вот Сынули нам подсказывает. У нас хороший экскурсовод, так что нам очень повезло. Оказывается подойти к этому замку не так уж и просто. Нужно преодолеть не одну сотню ступеней. Мне даже сейчас стало интересно, залезу в угол и проверю, сколько же ступеней нужно пройти, чтобы подняться к замку. Мы еще на середине пути. Мы преодолели эти ступени, поднялись и вау, такой вид. Поэтому 100% это стоило того, еще не видя замка. Но вид на город с этой точки очень красив. Видны вот эти домики, крыши. Обалденно красивый город. Я в него влюблена уже с первого взгляда и готова сюда возвращаться. Хорошо, что здесь живет сынок. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пойдемте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, естественно, мы находимся в старой Праге Я не просто так стою вот у этой старой стены Оказывается, в 2002 году вода была вот посюда город был затоплен весь представляете это все первые этажи были под водой и сын говорит что есть один район после этого наводнения который полностью снесли и построили новые дома представляете вот сейчас здесь это была полностью все вода и первые этажи были бы под водой вот это настоящая венеция Все желания, что ты запрашиваешь, исполняются. Главное, делать это правильно. Встать на эту точку. И приложить руки. И загадать свои желания. Запросить во Вселенной все то самое важное и ценное, что ты хочешь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и, конечно же, я не могла пройти мимо вот такой вот лавочки. Не исполнить свое желание и купить традиционный чешский предельник. Пойдемте со мной выбирать. Ну что, я в муках выбора. Вот тут такой большой ассортимент. И просто с кремом, и просто с мороженым, и с клубникой, и с кремом. Я выбираю под номером шесть. Это будет шоколадная трубочка с мороженым и с клубникой. Вот так мне будет сейчас вкусно. Мороженое вкусное, но до трубочки пока не добралась. Я обязательно поделюсь с вами, насколько это было вкусно. Умка. Мороженое. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Сказочное место! Здесь много туристов, но это понятно почему, и есть на что посмотреть. Каждый уголочек, каждая улочка настолько хороша, готов останавливаться, фотографировать память нашего телефона и всех гаджетов уже переполнена фотографиями с Праги. Я еще раз скажу, что теперь я понимаю, почему сын переехал именно в этот город, почему он выбрал его. И я уверена, что в каждое время года он по-своему хорош, поэтому мы обязательно сюда вернемся. Ну, на этом мы заканчиваем наш второй день прогулки по Праге. Если вам понравилось, можете посмотреть наше первое видео из Праги, там будет вечерняя прогулка, очень красивая вечерняя Прага с подсветкой. И сегодня прогулялись днем. Ну и, конечно же, попрошу вас, поставьте лайки, потому что для нас это важно. Это показывает то, что вам интересно, продвигает наше видео. Пишите нам в комментариях, так как обратная связь важна. Нам интересно с вами содействовать, общаться. И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши следующие видео и была возможность смотреть наши видео, которые уже есть на канале. А там много интересного и Дубай, и наши поездки с караваном. Оставайтесь с нами. Всего вам хорошего. Семья Строгнова прощается с вами.